Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Ну что, очередной простейший рецепт салата со свеклы, который знают, наверное, миллионы хозяек. Но я его готовлю очень часто. И где бы ни заходило какие-то закусочные быстрые, мне салат со свеклы, я его обязательно первым беру. Никакие не майонезные, а именно салат со свеклы. И поэтому, может, найдется хоть одна хозяюшка, которая не знает этого рецепта. Значит, это видео для нее. Я сегодня хочу приготовить основу одна и та же, но один салат заправить майонезом, а второй домашним, как у нас говорят, пахучим растительным маслом. Что я должна сделать? Вот у меня здесь 6 средних вот таких вот вареных свеколок, бурячков. Здесь у меня 10 чернослива. Я помыла теплой водой, просушу. И грецкий орех, вот такие вот зерна грецкого ореха. Что я сейчас сделаю? Я натру на вот эту вот крупную терку, потому что на мелкую не надо, но сильно будет, сильно много сока. Сразу показать вот следующее действие. Смотрите, я натерла свеклу, обиваем и сок, который образуется, смотрите, он нам не нужен здесь, потому что сильно будет. Немножечко так прижимаем и сливаем вот этот вот, смотри, какой яркий свекольный сок. Мы его сливаем, затем в кубики для льда и отправляем в морозилку. И когда будете готовить борщ или заправку какую-то, оттуда этот сок добавите и будет то, что нужно. Если у вас нет кубиков, просто уголочек целлофанового кулечка и завязать. Все, сильно не отжимайте, просто немножечко убираем сок. Хоть и сладкое, но все равно чайную ложечку сахарка нужно добавить. И сразу где-то щепотка соли, ну это одна третья чайной ложки. Вот это все перемешаем. Пусть немножечко сахарок растворится. И пусть пока постоит. У меня есть кубики, но я показываю для тех, у кого нет кубиков, как это можно сделать. Обыкновенный вот полиэтиленовый пакет, новенький. И вот сюда аккуратно выливаю. Вот вылили. Вот так чуть-чуть припуск. Завязали и в морозилку. Все, продолжаем. Ну что, теперь я же говорю, что этот салат очень-очень простой. Я беру чернослив, покупая, как обычно, без косточки, качественный. Чтобы не надо его запаривать. Видите, он такой мокренький вообще, просто классный. Поэтому нарезаю вот такой вот соломкой. Как натирали свеклу, так и нарезаю чернослив. Так, порезала. И теперь беру орех грецкий. У меня он уже измельченный, потому что я его обжаривала предварительно. И здесь, конечно, очень аккуратно берите каждый кусочек ореха и руками разламывайте, чтобы не попала, не дай Боже, шкарлупа. Потому что вот бывает, смотри, как неаккуратно, видите, вот шкарлупа. И когда она попадает на зуб, ох, какая проблема может быть. Ну, я не знаю. Ну, давайте ложки, где-то хорошую, с горкой, саловую ложку. Так, достаточно. И теперь свекла любит пикантность вот этого, знаете, чеснока. Поэтому я добавлю один зубок чеснока. Это и для майонеза или сметаны, и для растительного масла. Это абсолютно одинаково. И чуть-чуть вот возьму суммеш перца, вот так вот. И перетру это все в ступке до однородной пасты. Чесночное это масло, плюс открываются запахи. Никакой вот готовый, никакая готовая приправа не сравнится вот с этим ароматом. Аромат, ну, просто божественный. И отправляю все сюда. Ой, как пахнет перец. Как же перец открывается чесноком. Красота. Так, все перемешиваю. И я вам уже сказала, что одна часть у меня будет и с майонезом. Вы можете брать йогурт, не сладкий, густой такой. Хорошо будет. Ну, тогда нужно добавить немножечко лимонного сока и по соли, смотрите. Я буду делать с домашним растительным маслом одну порцию, а одну и с майонезом. Но хочу предупредить, что этот салат вы должны смазывать соусом уже перед самой подачей. Потому что свекла, она сочная, вы видели, чтобы он не был мокрым. Все. А пока, пока я не смазываю, это накрываю пленочкой. Дальше продолжаем готовить салат со свеклы. Вы видите, конденсат немножко, но это не страшно. Она все-таки в холодильнике стояла. Аккуратно снимаем, чтобы конденсат туда не попал. И все. Я вам уже говорила, что сегодня я буду готовить два салата. На основе вот этой вот свеклы я приготовлю два салата. Значит, я делю на две части. Тот, который будет у меня с заправочкой, я отправляю вот в эту мисочку. Потому что мы просто польем и даже можно не перемешивать. А этот, который с майонезом, вот у меня будет в этой тарелочке. Вот так. Пока тот, что с майонезом, я отставляю в сторону. Вот так две тарелки стоят здесь. Мы с вами приготовим быстренько заправочку вот для этого, для этой свеклы. Для этого салата я буду брать домашнее масло, то есть с запахом. Я возьму вот на то количество где-то столовая ложка. Я не люблю сильно жирного. Столовая ложка масла, домашнее, пахучее. У меня специально для салата есть. Дальше. Я добавлю сюда где-то пол чайной ложки меда. Если у вас нету меда, можете добавить сахар. Все это перемешиваю. Добавлю чайную ложку лимонного сока или лимонный экстракт. Если у вас нету, добавляйте яблочный уксус. Ну, если уже вообще никакого нету, то добавляйте обычный уксус. Это все перемешиваю. Добавляю сюда черный молотый перец обязательно. И чуть-чуть соли. Можете, соевый соус, это кто как любит. Еще раз перемешиваю. Пол чайной ложки на эту массу не переживайте, оно не будет сладкое. Сейчас я хорошенечко все это вымешаю. Я попробовала. Все хорошо, но нужно добавить еще лимонного экстракта. То есть надо столовую ложку. Тут уже смотрите сами. Потому что если просто соленая сладкая, это невкусно будет. Надо, чтобы была маленькая кислинка. Так, пробуем. О, другое дело. Так, и теперь этим соусом вот так вот поливаю свеклу. Можете немножечко вот так в тарелочке как бы перемешать. У меня немного. Даже не перемешать, а вот так вот как бы вспушить, чтобы соус везде прошел. Так, салат готов. И этот салат сейчас я заправляю майонезом. Майонез у меня чуть-чуть такой, знаете, почему-то вот летом они делают кисловатенький майонез. Количество майонеза смотрите сами, как вам нравится. Попробовала. На соль мне нормально, на кислоту нормально. То есть майонез, все вкусы подчеркну. Пересыпаю в тарелку красивую. Все. Свекольный пир готов. Вот что я сегодня приготовлю. Я приготовлю куриные бедрышки у меня есть. Я замариновала их уже у меня есть. Рецепт не буду показывать. В рукаве. То есть будем считать, что это полезная еда. Не жареная, не запеченная. И свекла. Мне кажется, что вот эти вот салаты, ну нету такого человека, который бы не любил свеклу. А может быть и есть, не знаю. Ну, я сегодня показала рецепт для тех, кто не знал еще, что можно вот с этих ингредиентов приготовить два салата. Никакой презентации, ничего. Вот я беру вилку и вот так с поднизу, чтобы и соус, и чернослив, чтобы все взялось. Смотрите. Красивый цвет, красивый салат. Предупреждаю, что вот в этом масле, если вы используете домашнее масло, у вас будет чувствоваться вкус растительного масла. Если вам это не нравится, пожалуйста, берите рафинированное, берите оливковое, берите ляное, какое хотите. Нам нужно просто, масло здесь нужно, не сколько для вкуса, честно говоря, для того, чтобы смазать эту массу, чтобы она была такая эластичная. Ну и давайте попробуем уже знакомый всем салат. Понятно, что здесь моей заслуги никакой нету, здесь вкус делает майонез, но все равно. Мне очень нравится. Если вы хотите, пожалуйста, приготовьте. И только единственное, свеколку эту я не со своего огорода брала. У меня она невкусная. Я покупаю в магазине, потому что она там имеет и красивый цвет, и очень яркий, насыщенный вкус. Все. Теперь пленочкой затягиваю тарелочки, потому что сию секунду мы кушать не будем. Для того, чтобы свекла не потянула вкус холодильника. В холодильнике сейчас лето. Все, что только можно, все мы в холодильник ставим. Накрываем вот так вот пленочкой. И убираем в холодильник. Все. То есть два салата, пожалуйста, если у вас будет желание, приготовьте. Это просто, это недорого, но это полезно и вкусно. Все, мои хорошие, кто не подписался, подписывайтесь. До свидания, до новых встреч, до побачения, до новых зустречей.